СММ кажется таким простым и понятным ровно до того момента, пока вы сами не попытаетесь в эту тему углубиться и начать продавать свой товар. Вот тогда-то и появляются первые мифы, связанные с алгоритмом продвижения в соцсетях, а также с набором инструментов для продвижения. И вместе с этим появляется набор странных действий, которые в лучшем случае не приведут ни к чему, а в худшем могут уничтожить ваш аккаунт, а то и целый бизнес. Меня зовут Алена Полюхович, и давайте сегодня вместе с вами развеем основные мифы в СММ. Миф номер один. Чем больше постов, тем лучше продвижение. Некоторые горе-СММщики считают, что чем больше, чем чаще вы постите что-то, тем это лучше сказывается на продвижении. На самом деле это не совсем верно. Лучше не часто, но качественнее. Пусть вы будете постить два раза в неделю, но осмысленный, хороший контент, с четкой структурой, без ошибок, какой-то интересный контент, который будет вовлекать подписчиков, чем вы будете постить короткий контент, но каждый день. Миф номер два. Это много подписчиков равно много продаж. Это вообще может быть не так. Вы можете иметь около 100 тысяч подписчиков, но какой будет в этом смысл, если у вас не будет ни одной продажи. И проблема может заключаться в том, что большинство ваших подписчиков составляют ваши конкуренты или же боты, которые изначально ни на что не нацелены в плане продажи, покупки у вас, точнее. Либо же это может быть неправильная у вас невыстроенная воронка продаж, а также неправильный набор инструментов для продвижения. Гораздо важнее смотреть на то, как ваша аудитория взаимодействует с вашими постами, с вашим контентом, какую обратную связь она дает, какие комментарии пишет. И даже с тысячей подписчиков вы можете вести очень успешно свой бизнес и успешно продавать. Третий распространенный миф, что нужно создавать аккаунт во всех соцсетях, которые только существуют. Многим кажется, что нужно охватить все соцсети, ведь это дополнительный источник трафика. На самом деле это не совсем верно, нужно выбирать соцсеть, исходя из аудитории вашего проекта, из портрета целевой аудитории. Например, если вы молодежная компания, вам есть смысл зарегистрироваться в ТикТоке, в Инстаграме. Если же вы ориентированы на аудиторию 35-45 лет, то для вас идеальным будет Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Ну, конечно, Инстаграм тоже можно оставить. Все зависит от вашей аудитории, от их предпочтений, где они любят больше проводить и чаще свое время. Более того, если вы неправильно выберете соцсеть, в которую хотите вести, то есть все шансы потратить кучу денег, но это не принесет вам никакого желаемого результата. Ведь на создание контента, на работу сммщика, на рекламу, на все это придется потратить средства. Четвертый распространенный миф, это то, что время постинга очень сильно зависит, от него зависит активность аудитории. И здесь имеется в виду, что говорят очень часто, можно услышать, что именно утром лучше всего постить, или только вечером, и ни в коем случае не в обед, или же там в полдень. На самом деле, конечно, время публикации зависит от вашей аудитории, но опять же, вы должны ориентироваться на свою аудиторию. В какое время чаще всего они взаимодействуют с вашими постами. Более того, время это не единственное, на что вы должны ориентироваться. Самое важное, это контент, который вы предлагаете пользователю, интерактивы, которые соответствуют вашей аудитории. Если вы не верите, то попробуйте сами, попробуйте проэкспериментировать, выкладывать посты в разное время, с разной тематикой, и посмотреть, какой из них сработал лучше. Ну и вообще, в общем, если вы не знаете, во сколько времени выкладывать свой тот или иной пост, нет ничего лучше, как действительно экспериментировать, и посмотреть, именно в какое время именно ваша аудитория лучше всего идет с вами на контакт. Пятый распространенный миф, это то, что задача SMM продавать, ведь все хотят продавать через соцсети. И да, в какой-то степени SMM специалист может влиять на продажи, но не напрямую. Обрабатывать заказы, отвечать в комментарии, принимать сообщения в директ по поводу того или иного товара или услуги, это задача не SMM менеджера, а именно менеджера по продаже. SMM менеджер делает все, чтобы повысить рост узнаваемости вашего бренда, найти новых подписчиков, а также повысить лояльность аудитории к вашим товарам или же услугам. И в каких-то случаях, конечно, SMM менеджер может повлиять на продажи, но если ваш тип бизнеса зависит на, завязан на импульсивных покупках и недорогих. В остальных случаях SMM работает как втягивание потенциального клиента в воронку продаж непосредственно через контент. Какие мифы при продвижении в соцсетях? Я скажу, для меня основной миф это когда клиенты говорят, что там нет моей целевой аудитории. Ну, на самом-то деле в социалках 3 миллиарда человек тратят по полчаса в день. И, допустим, в том же Инстаграме вы можете найти там Газпром, Роснефть и много других брендов, которые могут сказать, что у нас нет там своей аудитории. На самом-то деле аудитория есть у каждого бренда в социалках. Важно правильно подобрать для них контент. Не пытаться им продать, потому что основная проблема с продвижением в социалках, что многие пытаются продавать свой товар. На самом-то деле люди пришли туда с целью не покупать, а провести свое время. То же самое, что вы пойдете, к примеру, на пляж. Вам интересно там помидоры покупать. Я думаю, вам будет интересно, возможно, какие-то там тапочки или крем для загара, что-нибудь такое. Но ваша цель больше отдохнуть. То же самое, если вы пошли в спортзал, я думаю, вам неинтересно крем от загара, потому что вы пришли там заниматься спортом. Вам необходимо подстроиться под аудиторию и связать ваш контент. То есть создать какой-то инфо-контент, который продвинет ваш бренд. То есть подумайте, чем вы можете зацепить пользователей в социалках и создать контент, который действительно зацепит их. И на самом-то деле люди сегодня покупают в интернете, если они встретили ваш бренд 7 раз перед этим. То есть о чем это говорит? То есть если они увидели вас в социалках, там, где они в основном проводят свое время, вероятность, что они у вас купят, когда увидят коммерческий продукт, сильно увеличивается. Потому что в социалке это больше охватить все воронки продаж и сделать имя своему бренду. Шестой распространенный миф связан с тем, что можно во всех соцсетях постить одинаковый контент. И это не совсем логично, тратить кучу времени и сил в SMM для того, чтобы постить один и тот же контент в разные соцсети. Просто хотя бы потому, что в разных соцсетях сидит разная аудитория. Вам нужно проанализировать аудиторию той или иной соцсети и соотнести ее со своей целевой аудиторией. И уже после этого продумывать контент-план для каждой соцсети отдельно. Седьмой распространенный миф. Чем больше хэштегов, тем лучше. Да, хэштеги это, конечно, определенно неплохо, но нужно использовать их с умом. Лучше всего создать такую некую табличку, где вы распределите все хэштеги по частотности, как в ключевых словах. Высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и брендовые хэштеги. И дальше миксовать их между собой так, чтобы под одним постом выходило не более 30 хэштегов. Ну и, конечно, создайте навигацию по вашему блогу, особенно если у вас есть какие-то постоянные контент-рубрики. И так пользователю будет проще ориентироваться в вас в блоге, и ему проще будет находить нужную ему информацию, которая ему больше всего интересна. Восьмой распространенный миф. Это то, что чем больше и чаще вы проводите распродажи или же устраиваете какие-то скидки, тем лучше. Да, скидки и распродажи это неплохо. Однако не стоит думать о том, что у людей совсем вообще нет денег и они все экономят. Если вы слишком часто используете скидки или же устраиваете распродажи, то есть такой вариант, что без скидок или распродаж у вас товар просто может не продаваться. Ну и сама аудитория может со временем становиться требовательнее. Другое дело, когда вы используете скидки, например, на предпродажу чего-либо. В этом случае это оправданное действие. Девятый распространенный миф это то, что SMM это просто напостить картинки, залить сториз и с этим справится любой школьник. Нет, это далеко не так. SMM менеджер это именно стратег, контент-маркетолог и в последнюю очередь контент-криэйтор. Он должен понимать все стратегии бизнеса, как взаимодействовать с той или иной целевой аудиторией, выстраивать стратегию продвижения. Потому что без выстроенной стратегии ни о каком качественном продвижении речь идти не может. SMM менеджер должен сопоставлять контент с бизнес-возможностями, стратегиями своего клиента, а также постоянно быть в курсе актуальных новостей, следить за трендами. Ну и конечно же создавать контент. Далеко не каждый школьник с этим справится. И последний завершающий десятый миф это то, что сразу после запуска соцсетей у вас появятся продажи. Очень часто дают время SMM менеджерам где-то 2-3 месяца на результат, не получают естественно никакого результата и разочаровываются вообще в соцсетях, в их продвижении и в работе SMM менеджера. На самом деле любому типу бизнеса нужно дать время. Если вы открываете интернет-магазин в соцсети, в инстаграме, в том же вам нужно дать время. И если особенно у вас нет большого бюджета на рекламу, на таргетинг, на работу с блогерами, то не стоит ожидать, что в первые 2 дня у вас появится куча клиентов, куча заказов, продаж и деньги польются рекой. Нужно медленно идти к своей цели, но уверенно. И самое главное качественно работать над контентом, продумывать все до мелочей. Поделитесь в комментариях своим опытом, расскажите продвигаете ли вы свои страницы, свой бренд в соцсетях, ведете ли вы вообще в соцсети или считаете это ненужным для вашего типа бизнеса, есть ли у вас какие-либо интересные истории, связанные с SMM. Конечно же подписывайтесь на наш ютуб канал, вступайте в нашу телеграм-группу, там очень интересно. Также слушайте наши аудио подкасты и подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. И хороших вам продаж!